Добрый день. У нас сегодня в гостях депутат Верховного Совета Хакасии, директор Хакасского книжного издательства имени Владислава Михайловича Торосова, Вячеслав Михайлович Татачуков. Мы попросили Вячеслава Михайловича поделиться о том, как шла работа над новым учебным пособием. Древние истории Хакасии. Вчера ее презентовали в Хакасском институте развития образования. При презентации участвовал сам автор Игорь Леонидович Козласов. Выступили все гости этого мероприятия. Было очень много сказано добрых слов и пожеланий этой книги. А мы-то хотели бы, чтобы вы рассказали нам, как шла работа над этим учебником. Да, вот вчера у нас была презентация книги учебного пособия «Древняя история Хакасии». Вот откуда она история, что необходимость этого учебного материала. Это еще в 2016 году на 13-м сети Хакасского народа у нас есть решение о создании учебного пособия или учебника по истории Хакасии под редакции Козласовых. Игорь Леонидович и отец Леонид Романович. Практически весь материал основан на их материале. И все в данном учебном пособии, это все здесь изложено. И оно практически больше, около двух лет, год, где-то 7-6 месяцев шли вопросы с Игорем Леонидовичом по созданию данного учебного пособия. Потому что он сперва, как бы он уже человек ученый, да, написать учебник тут немножко другой подход там. Поэтому он готовился к этому, материал собирал, да, и потом мы ему создали, наши специалисты, методисты дали методику написания учебных пособий там. Он ознакомился, да, и в итоге в процессе нашей работы родилось вот такое, такое учебное пособие. Практически вплотную он, да, в прошлом, в этом году и в конце того года вплотную работал этим учебником. И понимаете, когда он начал вникать и писать в учебник, столько много было вопросов. Он работал с нашими методистами, так потом с учителями истории первой школы там, и национальной гимназии. Потому что свои там учителя, они же будут видеть правильный подход методический. И наши специалисты, методисты тоже смотрели. И в итоге, вот я говорю еще раз, получился плод нашей работы всех. Главный автор, конечно, Игорь Леонидович, где вчера была презентация. Поэтому мы исполнили решение 13-го съезда хаказского народа. И вот в процессе, когда вот главный вопрос создать автор, договориться с автором, чтобы он взял за эту работу и сделал. Второй вопрос был до финансирования. Поэтому в этом году были заложены финансы на издание данного учебного пособия. Это правительство выделило, да и через Министерство образования. Работа была проведена, и мы сегодня, как исполнители данного госзадания, мы практически все исполнили. Вовремя и с качеством, думаю. Вчера во время презентации, вот и сегодня мы поузнавали отзывы людей, которые учителей, и просто представители нашей политической элиты. Было такое высказано пожелание еще допустить, потому что первый выпуск сделан был тиражом 3000 экземпляров. Как нам сегодня сказал замминистра образования и науки Юрий Гаврилович Сагалаков, будет еще до конца года еще один выпуск. Там около 6500. Общей сложности будет 9500. 9800. 9800, немножко будет 3000. Мы согласно аукциону на 10% потом увеличили. Получается общий тираж 3300. Первый этап, второй этап, где-то в конце октября, начале ноября поступит где-то еще у нас 6500. Будет общий тираж 9800. Ну вот по отзывам участников презентации и всех людей, которые уже познакомились с этим замечательным пособием, книга очень интересная. Интерес к ней проявляют не только в школе, то есть в образовательной среде, но и просто жители Хакасии. И поэтому, как нам Юрий Гаврилович сказал, было принято решение, что вы еще на коммерческой основе будете печатать? На продажу? Да, есть такое. А по прикидкам сколько вы тираж будете? Давайте, да, в принципе, для информации. Мы первый этап получили практически согласно разорядке Министерства образования, оно поступило во все школы, во все учебные заведения, наши колледжи, тоже в государственные средства мы передали в библиотеки. Потому что 3300 тоже объем небольшой, потому что раздали по всем, но всего этого не хватает. Поэтому на те финансы, которые у нас были, мы проводили аукцион, была произошла экономия, экономленные средства мы еще раз объявили второй аукцион. И вот сегодня, я где-то еще раз говорю, в конце октября, в ноябре мы получим 6500 дополнительных тираж. Тоже идет по разнарядке Министерства образования, тоже идет по школам, по учебным заведениям, пополнить, чтобы объем должен быть, он должен быть практически у каждого ученика. Чтобы он мог не один, чтобы не один учебник был там на 2-3 человека. У каждого ученика должен быть данный учебник. Ну да, он захватывает учебное пособие, захватывает очень интересный период. Информация такая, она разрозненная, есть информация, а это просто в учебнике замечательно. А скажите, пожалуйста, а вот когда можно будет всем желающим просто ее пойти и купить? Сейчас она разошлась по разнарядке, а когда можно будет просто купить? Да, вот сегодня, правильно вы говорите, даже вот когда была по школам раздали, пошли самозвонки, где можно купить ее где-то в магазине, в книжном. Ну, для личной библиотеки. Да, для личной библиотеки, для изучения. Многие, да, когда посмотрели, говорят, мы бы на подарок взяли бы, да, к Новому году накануне, да. И поэтому данный учебник, учебное пособие, оно было бы, я думаю, нормальный подарок для любого человека. И, конечно, вот даже вот сегодня, вот сегодня утром звонили с гимназии, они уже более 100, 105, по-моему, что-то уже заявок. Есть учителя, хотят купить уже. Как только поступит, мы, согласно, туда госзадание мы исполнили, а теперь люди интересуются, а где можно купить? Ну, раз сегодня несколько звонков было, где можно купить? Можно купить, это в конце октября, в начале ноября, это будет коммерческий проект. Мы, собственно, средства собрали, да, и вот это издаем, 2000 экземпляров будет. Это все пойдет практически в свободную продажу. Мы будем практически, да, тут и ХГУ заказывает, там, для себя, для студентов. И вот со школ, я думаю, мы 2000, пока первый этап, я думаю, до 2000, мы до конца года, наверное, этот тираж, он разойдется. Мы, думаю, планируем, в любом случае, на будущий год, наверное, еще запустим его дополнительный тираж. Ну, конечно, надо бы еще, чтобы все школы, ну, может быть, не то, что там 9800, это тоже все равно мало. Потому что у нас сегодня, где-то, примерно, 75 тысяч, 75 тысяч учеников в Хакасии. Из них, где-то, ну, 1-4, где-то 25, ну, 20-25 тысяч, примерно, где-то так, наверное. Вот 50 тысяч, это где-то учеников, это с 5 по 11 класс. И что, возьмемте даже наши колледжи, там тоже, ну, количество учеников побольше будет, наверное. Поэтому, конечно, она должна быть, я думаю, все учет зависит от финансовых средств, чтобы можно было дополнительно на будущий год издать еще, наверное. Ну, время покажет, давайте пока запустили, посмотрим, отзывы населения будут, читателей будут. Конечно, это учебное пособие, оно, я сам, когда мы работаем, когда чиновик делался, там его активно работает, уже коронавирус, все работали, все в онлайн-режиме, там, и, да, и, как бы ни было, работали, наверное, вот, не знаю, без выходных, так бы сказать, с таким напряжением, играли в электронном варианте, там, замечания, дополнения, там, и в итоге нормальный труд у нас сегодня, видимое, получили. И я думаю, этот учебник, он должен быть не только для школьников и учителей, это для широкого круга читателей. В этом учебном материале, я когда познакомился, читал первое, когда чиновик-то был, понимаете, вот, слоган у Игоря Леонидовича, он такой, легко читать, легко воспринимать, и вся логика выстроенная такая, легко запоминается, поэтому для любого читателя это будет полезное. Вот мы же все практически тоже учились в школе в свое время, я, наверное, больше, мы больше знаем историю других стран, там, Западная Европа, да, там, Франция, Англия, там, Рим древний, да, Египет, просто, на своей истории своей земли, где мы живем сегодня, да, почему-то не изучали, как-то бы, я не знаю, почему, или материал-то, конечно, был, но, может, не в том объеме, как сегодня, он был материал, но мы не изучали. И сегодня такой пробел, большой пробел, да, в историческом познании своей земли, своего, так сказать, культура, обыча, да, как кто здесь жил, как они жили. Здесь тоже стивилизация была, наверное, не хуже, как бы, по развитию, по своей цивилизации, как в Древнем Рим, да, как в Древнем Египте. Тут тоже проходили свои события. Вот когда читаешь эту книгу, да, и те годы, там, до нашей, там, 2-й, 3-й век, да, то же самое происходило в Египте, да, там, в Древнем Риме, и только у нас, как бы, не рассказывалось для населения, для Хакасии, для всех жителей России, такого не было. А сегодня это, это знаменательное событие, да, это сегодня произошло, как бы то ни было, мы его и сдали. И почему сегодня интерес народа? Вот, понимаете, вот многие не знают историю своей земли. Это же, понимаете, откуда может появиться, родиться патриот, который не знает историю своей земли? Я думаю, как президент говорит, Владимир Владимирович Путин, да, ну, надо, патриотизм, он должен быть, у каждой россиян должен быть патриотом своей земли. А чтобы он патриотом был, он должен знать историю своей земли. Поэтому, думаю, вот книжка, она сегодня, она, по-другому, книжка будет востребована. И даже вот сегодня, говорю, еще звонков очень много. Мы постараемся делать все, чтобы все потребности в данном учебном пособии, оно должно в Хакасии заполонить каждому жителю в Хакасии. Пожелаю, чтобы он почитал, прочитал, осознал, какая земля, какая земля такая богатая своими традициями. Это, понимаешь, когда читаешь, просто удивляешь богатству тех событий, как здесь проходили такие события, мы даже видим, нет ни в одном мире, как в Хакасии земля, где столько, понимаете, памятников исторической давности. Эти курганы, которые, менгиры наши, да, понимаете, это, нигде больше такого нету, как в Хакасии. Поэтому, думаю, каждый житель почитает и, я думаю, обогатит свое знание и будет знать историю Хакасии. Даже многие сегодня живем в Хакасии. Даже Хакасии, не то, что Хакасии, а все жители Хакасии не знают историю своей земли. Этот учебник, он дает, как бы сказать, возможность изучить ее с первоисточника. Поэтому первый, вот это было у нас с играницем, как бы, первый шаг, первый этап. Это срок здесь, с каменного века до шестого века нашей эры. Сегодня готовится, да, вчера только с ним разговаривал, с Игорем Леонидовичем, да, и вторая книга, вторая, да, второй этап у нас сегодня. Есть, он сейчас до Нового года занимается свои вопросы там, по институту решает. И с будущего года, говорит, я с января месяца приступаю к созданию второй книги. Это истории Хакасии среди века. Да, это начинается с шестого века нашей эры и до семнадцатого века. Этот период, я думаю, мы с ним говорили, это будет период более такой, наверное, интересный. Это как раз период создания, возникновения Хакасского государства и период, когда это государство погибло. Это, там столько событий. Вот в этих документах наших, вот какие сегодня исторические книжки есть по данному, да, ну, там как-то очень коротко об этом сказано, а здесь она будет посвящена целая книга. Я думаю, вот тут у нас около 300, да, лично 390 страниц, а та книга тоже будет предел, но не меньше этого будет. Но это будет определенный срок до шестого века и до семнадцатого века. Как раз этот период, это самое интересное. Когда приходили, возникло это государство, хакасское, древнее хакасское государство, как оно жило и как оно погибло. И потом третье, да, мы пока тоже переговорили, где-то, ну, уже потом уже третья книга планируется, так мы далеко заходим, но в планах такой есть. Это момент присоединения Хакасии к России. То есть, временный период. Да, нет, потом даже, может быть, пока не стали далеко заходить, вот будет первая книга, вторая, средние века, третья книга, пока он не продумал. Давайте, как время подойдет, мы там определимся, как будет называться и перевод. С момента присоединения республик Хакасии к России. И потом там, может, пока срок не оговаривали, но это вопрос второй, пока спешить не будем, поэтому сделаем, потом дальше будем. А все-таки, напишите, Вячеслав Михайлович, сколько, Игорь Леонидович, полагает, сколько он будет над второй книгой работать? Да, вот мы эту книгу создавали практически вплотную, он занимался где-то, наверное, чуть больше года, где-то, год, чуть больше года там. Но он, как понимаете, человек, когда, как бы, он же ученый, и он никогда не писал учебных пособий, не учебников. Это, есть разница там, это, да, поэтому, да, специфика своя. И вот, когда мы с ним общались, он говорит, Вячеслав Михайлович, я встал на рельсы уже, что уже знает, как писать учебные, поэтому, говорит, уже создание второго учебника будет, я думаю, чуть поближе, быстрее, наверное. Потому что, как бы сказать, человек уже набрался опыта, когда пишут учебники, я думаю, материалы у него очень, библиотека очень такая у них шикарная, знаю, там, отцовские материалы, да, Леонида Романовича, его, которые все наработки, он сегодня практически все это преподносит жителям Хакасии. Не только Хакасии, но и всем жителям России, даже не только России, и наших бывших республик Советского Союза. Ну, в помощь, наверное, будет, сказать, ему будет апробация вот учебного пособия древней истории Хакасии, она пройдет в Хакасской национальной гимназии имени Николая. Нет, я думаю, да, ладно, поэтому вот она будет апробирована, уже, конечно же, с учетом мнений педагогов уже будет, конечно, проще уже, да, и в этом плане, в методическом плане, кстати. Вот сейчас, да, мы готовим тоже, сейчас книги поступили еще раз во все школы, да, сейчас будет, это же учебное пособие, я думаю, через какое-то определенное время, небольшое, я думаю, будет замечание со стороны учителей истории, да, и все это будет аккумулироваться, и потом, я думаю, через год, будет время, когда уже будет не учебное пособие, а это будет учебник про древнюю историю Хакасии. Поэтому, да, сегодня будут замечания, сейчас же будет не только гимназия, да, первая школа, я думаю, все школы Республики Хакасии будут свои предложения, замечания какие-то будут, все это будет им аккумулироваться, и, я думаю, унесет какая-то корректировка, что-то там, и, я думаю, это потом родится уже учебник. Чехолик Хакасии, вчера же на презентации речь зашла еще об одном учебном пособии, по географии, что-то известно об этом? Нет, географию, да, это будет, ну, да, вчера прозвучало, что география Хакасии там, я думаю, это будут заниматься Хакиры, наш, да, институт, там, вот мы пока вот заниматься будем, в этом году до конца доведем, да, полностью, и зададим госзадания, коммерческие проекты мы свои доработаем, и тоже пустим все в продажу, а на будущем будем заниматься уже на второй книгой, и, помимо этого, будут там еще учебники на хакасском языке, там, и в этом году мы сейчас тоже заканчиваем большую работу, раз вопрос коснулось, большую работу по созданию первого тома толкового словаря Хакасского. Это 608 страниц. Это первый том у нас, да, создаются, это столько лет, да, в принципе, и это первый тоже, это, как бы, подводим итоги, 20-го года, год Хакасского языка, как глава объявила его, и, как бы ни было, да, мы к концу года все-таки же видим учебник, и тоже где-то в декабре месяце мы получим тоже толковый словарь, первый том Хакасского языка. Это очень важно. Ну, мы надеемся, что точно так же вы у нас презентуете его, мы расскажем своим читателям о замечательном издании, самое главное, это еще надо будет рассказать об авторском коллективе. Да, у нас сегодня, да, вот толковый словарь, это у нас занимается Хакниели, там, да, я думаю, коллектив Хакниели, мы просто, Хакас, как неиздательство, выигрывая аукцион, мы, наши специалисты, там, редактора редактируют, корректируют, там, верстаем, там, дизайнят, в принципе, вот по данному, как его, толковому словарю, по обложке, вот мы, я-то смотрю, вот обложки вот этих всех, вот, тувинских, да, словарей, которые, якутские, другие, которые, национальных республиках, смотришь, толковые словари, как они, в каком состоянии, как они выглядят, да, я говорю, со своим всем, говорю, это наш Хакас, он должен быть лучше, качественнее, и, понимаете, когда берешь в руки, это видно было, что мы, эта книга создана с душой. А сколько лет на него работали? Я думаю, его просто толковым словарем работали, еще наше предшествующее поколение ученых, да, создавали, они собирали слова, но, я думаю, там, работы еще много, потому что, вот, первый том мы издали, вот, сейчас уже практически завершается, и, я думаю, где-то, к концу, да, к концу, наверное, октября мы запустим уже в печать ее, согласуем со всеми, да, вот, министерствами, да, со всеми, что для печатания, я думаю, в конце октября запустим, и, я думаю, где-то, к концу года практически мы должны, там, у нас, согласно аукционам, мы должны 1300 экземпляров издать. Да, 1300 экземпляров будет, я думаю, изданно, да. А сколько томов-то всего будет? А сколько будет, это же вопрос, все зависит от ученых, как не я, или там, вот, сегодня пока первый том, да, от буквы А, от буквы П, потом, я думаю, по предварительным данным, где-то, может, тома, наверное, два еще будет, наверное, я думаю, так, может, поэтому, как-то бы, желательно бы, я думаю, побольше, но это в кратком варианте там было, может, может быть, все зависит, как они сработают, как подготовят материал. Понятно. Да, поэтому я бы еще хотел остановиться, вот, как сказать, вот, общаясь со всеми, да, вот, даже вот за короткий срок, после, вот, даже вечером вчера и сегодня днем, да, жители, большой интерес, говорят, сегодня готовы брать большие места, заказать, 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 никак такого не было, да, гимназия 100 штук, потом, у нас же на будущий год, вот, в апреле месяце предварительно планируется 14 сроковского народа, да, вот, с Петром Ивановичем переговорили, вот, тоже для делегатов этого съезда, тоже, эта книга, как бы сказать, в подарок будет вручена, чтобы тоже делегаты знали, сказать, историю своей земли. Это не только, сегодня многие звонили еще раз, потому что большой интерес у нас книги будет. Поэтому, конечно, вот, мы за свою задачу книги Хакасского книжного издательства выполнили, да, полностью, сегодня у нас вопрос, да, для того, чтобы до конца года решиться финансовая сторона, чтобы нам с нами могли бы рассчитаться, чтобы мы тоже со всеми ступодрядчиками, кто с нами работал, чтобы могли бы тоже рассчитаться и закончить год Хакасского языка. Субтитры создавал DimaTorzok